Склад Игорь, он даёт отходы моим голубям. Не решились какие взять, ещё раз пришли проверить, чтобы не забрать хорошую. В город я уже 7 не возил, столько привёз. А здесь года 3 не брал. Володя, всё, и сам Игорь слева он идёт. Смотрите, пробуйте, щупайте на зуб. Здесь крупная вот эта полова солома, она забивать дробилку будет. Пшеница, но она мелкая. Это не важно, пшеницу мелко берём. Всё, берите. А не знаешь, когда бывает там как труха, такая пшеница, она прям на мелочь. Они не едят воробьи. Нет, нет, всё. Вот это, Ваше. Вот это. А там, наверное, направится силистой, которая берёт. Оно дробится хорошо. А, ну всё, отошёл. А здесь крупняк, он попадает в дробилку и оно забивает. Вот это негде не трогаем. Вот вот с этой стороны, вот так вот. Вот с этой вот. И сейчас там всё запомните, Владимир, на верху. Полову сильно вот эту вот не берите тогда. А вот подряд, ну чуть-чуть вот сантиметров 50-60. Ну всё, я ушёл. Тут не брать. Пошёл. Две нахотки не брать, да? Тут чисто зерно, ну чё? Всё, всё. Насчёт укрепления, ты расслышал меня? Да, да. Мы делаем, всё сразу же не сделаем. То или другое? Вот это насчёт упоров, Дружков говорит. Да и то, и другое надо бы сделать. Это не на один день. Вот эти все мешки только запирать, можно сказать. Да. В бетонные какие-то там, чтобы были к чему приварить и вверху. Не просто... Что-то мы вот посмотрели, мешки-то это не наши. Это я давал, уезжал когда. Не, не, не. Они не насыпали, а ты же говорил, что насыпали. Да, наверное. Ну ваше, вот это вот, собирайте. Всё. Вот это ячмень, я не знаю, ты поглядывай, Сергей. Вот это ячмень, наверное, голуби не будут есть, это я съем. Нет. А вон, которые пшеничные вон те. Не будут? Это нет, да вот смотрите, это ячмень. Так что смотри, они разные. Видите? Это, не думайте брать, это для пива, горох. Вот это ячмень, это не ваши. Вот смотри. Вот ячменные. А здесь, а здесь тоже непонятно ещё. Это не пойдёт. Ну вы скажите, что сразу. Я же не знаю, что тут есть. Ну так узнавайте, высадяем. Вот это хорошее, а вот это не годится. Ну давайте, я повытаскиваю им, он не сообразит. Давай. Так, иди, помогай. Отдельно сообразись, сюда. Вот я же думал, что все одинаковые. Вот сюда, Серёжа, куда в обратную сторону, вон где машина-то. Это плохое. Ну да, рядом ставь вот сюда. Это не вам. Ну ладно, делай-ка. Это семена лёна, оказывается. Ну ладно. Иди, подходи, он говорит, и сразу откидывайте. А эти рассыпать на мелкие мешки, если это наши. А мешки-то где? Здесь они, дома мешки лежат. Это хорошие? Да. Оттаскивай в сторону, вот сюда. Ну не пойму, чего ты ворожишь-то? Ну, сказали, всё хорошее. Убери этот, лопату-то. И прямо на стол подпирайте. Верёвочки надо завязывать. Нету, да? Вон. Володя, ну поскорее берите, он пока даёт. Лопату тут сунуло, рядом где-то. Ножика нету? Во! Режьте, нож свой возьми и изрежете. Ну убирай. Ты не стой здесь, подойди к нему, что он говорит. Ну ребята, он же один таскает. Давай. Я оставлял там мешков, наверное, 15. Так, а их там поднимать прямо в мешках? Пополам делать? Пополам будете рассыпать. Сейчас придёте, вместе рассыпите сначала, а потом поднимать. Он наверху? Или ты наверху? Там тюрики надо засыпать, они пустые. Это всё голубям. В прошлый раз взяли, сразу полторы тонны. А что, рассыпайте здесь сразу. Тут у меня 31 голубя, но на самом деле больше. Так? Это мешки наши? Мои, мои. Твои? А как их отличить? Рассыпайте и завязывайте, чтобы сразу. Тогда, Володя, отдельно как-то эти мешки. Да я вам отдам, у меня их много. Ладно, бери раз, пока он добрый. Быстрее. Садоведки бывают. Так, всё, я пошёл. Делать мне уже нечего тут. Давай. Ты не стой, он берёт опять же. Ну шагни, не давай ему тащить-то. Вот как-то интересно, стану ты? Всё, всё, всё. Всё уже, всё. Ты прям за ним следом иди из рук выхватывай. Потому что ему и так спина у него болит. У меня? Нет. У меня ведь нет. Батюшка говорит, а ты знаешь, когда барабаш спит? Говорит, я говорю, не знаю. Я, говорит, не знаю. А, Реш, ты никак. На это ставим, да? Так. У батюшки сегодня собака нарушала устав деревенский. Пять часов, ну не даётся на них такого и всё. А что делать? Почему? Ну, лаяла. Я пошёл прогулял её и всё равно. Нет, батюшка пускай держит как на кровати. И кормит её мясом. У неё баранины много. Так, и их мешки каким-то образом отдельно его делать. И количеством. Он же подарил, сказал. А, подарил. А, ну всё тогда. Нам это как раз и надо. Замечательное дело. Вот он отрабатывает. Это у него тут, ну там, скотини. Вот тут отдельный горох у него. На складе был. А вот это вот чистая, отвеянная пшеница. Из которой будут печь блины, пельмени, пирожки. Русские граждане. Ну, те, которые обзывают людей колхозник, невежество. Пусть они едят. Всё равно они не будут любить сельский труд. Голубей у них нету. А у злого человека голуби не водятся, как Наталья Сохарева написала в Алтайской правде. Огромные статьи. Так, я вам не нужен сейчас? Нет. Всё, ушёл. Всё, с Богом. Травить. А ты всё это заснимешь потом. Собирать. Поедете, мне скажите. Я приду к вам, когда поднимать будете. Понял? Последний раз, когда приедете. А сейчас пока их там палаткой накрываете, и последний рейс сделаете, ко мне придёте. Я на огород пошёл. Вот так вот и живём здесь. Кое-кое-как вырвались мы из прудов. Вот это вот Потеряевская школа. Три ученика в первых классах. Два учителя. Третий во Францию затребован был. Плохих людей из-за границы не будет просить. Наши люди уехали в Грецию, во Францию, в Германию, в Америку, в Испании. В краткой командировке были. Вот так. Самое интересное, стою я как-то в аэропорту, жду посадки, кажется, в Вашингтоне. А сам в сапогах, как всегда. И гимнастёрка на мне офицерская. Рюкзак зелёный военный за плечами. В это время подходят люди и говорят, вы из России, да. А вы не подскажете, вот мы едем в Иркуск, как в Потеряевку заехать? О, в Вашингтоне, в аэропорту Потеряевка. Ни Корчена, ни Мамонтова, ни Барнавол. Всё. Пошёл.